Если мы не хотим превратиться в Иванов, не помнящих родства, мы должны сохранять историю. Долгое время памятник борцам за советскую власть и территория рядом с ним была в плачевном состоянии. Располагаясь почти на окраине города, в поселке Дзержинского, это место не мозолило глаза чиновникам с военной неухоженностью. До него не доходили руки коммунальщиков и реставраторов, потому что средства направлялись в первую очередь на содержание и восстановление популярных скверов и парков. Но в этом году все изменилось. Компания Фосагра выделила 170 миллионов рублей на ремонт 11 общественных территорий. И в этот список также вошел небольшой сквер с братской могилой, в которой похоронены балаковцы партии революции. Она стала братской, когда был убит младший брат Василия Ивановича Чапаева, Григорий Чапаев, первый военный комиссар Балакова. Ему было всего 26 лет и решили первую жертву революции похоронить на том месте, где его убили. Но позже могила была перенесена на то место, где она сейчас находится, и она стала братской, потому что потом были другие трагические события. И захоронения продолжались до 1924 года. Последнее захоронение было Петр Родичев. По словам сотрудницы Чапаевского музея, именно эти люди создавали армию, которая стала называться Красной. Через два десятка лет после революции они и их сыны пошли защищать родную страну от фашистов. И память об их подвигах надо сохранять. У памятника приведут в порядок территорию, восстановят освещение. А вот сам монумент пока ждет своего часа. Его отреставрируют в следующем году. Пусть каждый балаковец, каждый наш земляк вспомнит историю своего рода. Ведь все его деды, все его прапрадеды, прадеды были соратниками тем, который похоронен на братском кладбище. В какой армии-то воевали их прадеды? Это они воспитали своих сыновей. Это они, которые не остались в братской могиле, пошли защищать родину. Поэтому логично, что в списке общественных территорий, которые ремонтируются на средства компании «Фусагра», есть и аллея героев, ведущая к обелиску памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Место памяти наших земляков, которые отдавали жизнь свою во имя победы в Великой Отечественной войне. Вот этот обелиск был открыт в 1975 году. И это был очень такой радостный день, очень важный день для балаковцев. По этой аллее 9 мая идет бессмертный полк, чтобы возложить цветы к обелиску. Ребята-поисковики из центра Набат несут здесь вахту памяти. Каждый 9 мая, 22 июня и в другие памятные важные дни для нашей Родины мы стоим на посту Народин, как раз именно на обелиске возле Вечного Огня. Без преувеличения можно сказать, что это крайне важное место. Я на самом деле очень рад лично, что вот эту аллею реконструируют. В год 75-летия Великой Победы компания «Фусагра» также помогала в реставрации самого обелиска. Здесь был впервые отремонтирован центральный монумент, а также пилоны с именами погибших воинов. Теперь благодаря химикам и подход к месту памяти станет удобным. Здесь заменят старый асфальт на брусчатку, придут в порядок чугунные ограждения.